Девушки отдыхают Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня я для вас снимаю новое видео. У нас здесь с вами салат, как он назывался? Тбилиси, по-моему. Ссылочка внизу на рецептик. Обязательно переходите, готовьте тоже. Здесь достаточно много. Мясо. Я люблю салаты мясные. Просто. Капустка, помидорчик, огурчик. Я такой не люблю. Хотя смотря в каком сочетании. Здесь у нас блинчики с сыром. Как я хочу поехать в деревню, ребята. У меня столько идей, связанных с деревней. Но, к сожалению, все наперекосяк. Вот я хотела зимой. На этом снимать для вас шок-контент. Показать вам, например, детскую колыбельку, в которой я спала. Это просто ужас какой-то реально. Я уверена, что вы были бы шокированы увидеть колыбельку, в которой я спала. Это просто была дощечка, где привязывали ребенка. Бабушка говорила, что если ребенка в раннем возрасте не привязывать, то либо ребенок будет кривоногим, либо горбатым. Но ребенок все равно горбатый, несмотря на то, что его привязывали. И мама в те времена очень ругалась с бабушкой, что давай купим нормальную колыбельку. Но в то время мама не работала. Поэтому никак не могла перечить своей тещи, так скажем. Чеснока прям много. Как от меня пахнуть будет. Нечто. Иногда настолько забавно просто посмотреть, как они рассказывают про мое детство. Детство взглядом мамы. И детство взглядом бабушки. Мама говорит, что... Когда я плакала, бабушка приставляла к моему лицу галошу. Насколько это было гигиенично и эстетично, большой вопрос. Самое яркое воспоминание из моего детства это то, что произошла инфляция. В общем, деньги поменялись. Раньше были щерваны, а потом стали монаты. И у нас дома была куча старых денег. Просто купюр, которые вообще ничего не значат. И мы с братом очень хотели играть в игры. Это типа наши деньги. А родители взяли и сожгли эти деньги. Типа во всему двору будут бумажки, будет бардак. Мы столько плакали с братом. В детстве брата вообще все соседи обижали. Соседские дети, точнее. Все его мочили. Кому не лень. И он приходил, стукачил маме. Меня побили на улице. Мама шла и разбиралась, что почему вы обижаете бедного ребенка. Один раз даже поругалась соседкой. Из-за таких моментов. Ребят, тут мясо настолько в тему. Просто нечто. В общем, брат в детстве был таким лохом. Ну, а потом вырос и дала отпор. Правда, через 15 лет с автоматом шучу. Шучу, шучу. Я очень люблю эту деревню. Несмотря на все какие-то негативные моменты, которые происходят в этой деревне. Все равно я ее очень люблю. Роддом, в котором я родилась, находится в соседнем селе. Вот. Там как будто воздух какой-то другой. Баку мне тоже очень нравится. Но именно в этой деревне какая-то такая атмосфера доброты. Атмосфера чего-то родного. Ребята, я знаю, вы будете переживать, что Айка все съела. не переживайте. Айка много ест. Но большую часть я всегда оставляю. В этом случае я спросила у мамы. Спросила у мамы. Будешь? Мама сказала, что нет. Есть курочка-гриль. Я буду кушать ее. Айка говорит, ты уверена? Она говорит, да. Особенно мне тяжело. Когда мы с двоюродным братом едем в деревню. И там, например, блюдо готовится не только на нашу семью, но еще и на семью моего двоюродного брата. А у меня у тети такая привычка. Она всегда, господи, всегда, когда готовит, готовит очень мало. Прямо впритык. Например, мама просто лошадиными дозами всегда все готовит. мне, например, положили две котлетки и вот чуть-чуть пюре. Я сижу, думаю, открыть кастрюлю и взять столько, сколько я хочу, а потом другие, что будут есть. И мне некомфортно. Поэтому я бы не смогла жить в большой семье. Моя тетя так готовит, например, 10 человек. Она берет 20 котлет. Каждому по два. А если кто-то захочет добавки, тогда что. Но это еще связано с тем, что у меня тетя, она не любит кушать еду, которая осталась, например, вчера. То есть сегодня, сейчас приготовили, все съели, убрали. Двоюрная сестра может вообще одно яйцо съесть и все. Это ее обед или ужин. Одно яйцо, представляете, как оно ходит, я не знаю. Как бы я хотела бы, но одним яйцом на мой взгляд наесться прям нереально. Я не понимаю, если честно, людей, которые смеются над тем, что кто-то много ест. И это я говорю не в свое оправдание. У мамы есть дяди или двоюродные дяди, в общем, какой-то родственник, который не настолько близок, но они очень тесно общаются, общались точнее. И вот, мама со своей сестрой всегда угорает над этим дядей, что он всегда очень много ест. И вот, я такая думаю, что здесь такого человека аппетит? Из-за вас он что, голодный должен остаться? Нет. Аппетит это хорошо. Плохо, когда аппетита нет. вилка такая ужасно неудобная. Посмотрите, сколько помещается в этой вилке. Буквально ничего. Как я люблю лимоны. Обожаю. В последнее время просто у меня проблемы из того, что я много пью воду с лимоном. У меня низкое давление, оно еще больше упало. у меня за последнее время после того, как я начала пить очень много воды с лимоном. Поэтому я решила маленько приостановить свои аппетита. Вилка сломалась, что ли? Сломалась. Однажды был случай. Моя мама со своей сестрой в детстве пошли к какой-то маминой родственнице. Короче, к родственнице. Вилка была мамина любимая блюда. Хаишин называлась. Вы, наверное, не знаете. нофе. И получается, что мамина сестра, моя тетя, когда спросили, что моя мама зовут Гюля, а Гюля будет? Сестра ответила, нет, она не ест подобное. И мама это настолько взбесила, она постеснялась сказать, что нет, я буду, что она гонит. После того, как сестра так сказала, она сказала, ну да, я не буду, я такое не ем. я не хочу, я дома поел, я сытая. Ну и теперь лет 15 припоминает своей сестре, что ты мне не дала возможность нормально поесть. Я бы вообще стрельнула. давайте посмотрим на эту красоту. Они толстенькие, с сыром. молоком и зеленью. Вкусно. Необычно, не совсем как блины. По вкусу что-то наподобие хачапури. Чувствуется, что внутри есть сыр. мы, кстати, будем снимать этот рецепт тоже для Айкука. Жалко. Я ничего не взяла, с чем можно кушать эти блины. обсуждать, осуждать людей, которые много едят. Это полнейшая чушь. вам не нравится, вы не ешьте. Человек, который много ест, он же не отбирает у вас, он же не крадет у кого-то и ест. Ребята, просто очень неудобно это все брать и кушать вот так вот этой вилкой. Как только я выключу камеру, я возьму как пылесос все это съем. Вот это я понимаю блины. Если добавить во что угодно сыр, мне уже это нравится. в общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы до сих пор не подписаны, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Рецепт, как всегда, внизу. Переходите, смотрите. С вами Лайк Эмили. Пока.